здравствуйте с вами алена федорова журналом рита и рубрика талантливые яркие и сегодня у нас в гостях харизматичная притягательная алена николаева владелица салона красоты sweet home и мы решили узнать как же аленушки в 38 лет удается так шикарно выглядеть давайте узнаем что же там за секретики аленушка привет привет расскажи пожалуйста мы сейчас тобой встретились в кофейне пить кофе и расскажи пожалуйста как часто ты вообще позволяешь себе пить кофе и с чем я себе много чего и так позволяю кофе я пью обязательно без ничего кофе тут напиток который должен быть со мной целый день если даже он даже я его не обязательно должна пить то есть я должна его носить с собой в стакане он должен стоять в машине он должен стоять на работе то есть кофе это вечный мой спутник но я понимаю что кофе пить столько нельзя конечно к вечеру стараюсь его уменьшать дозу раньше пила по три по четыре чашки то сейчас конечно стараюсь выпить утром и придя на работу я должна тоже обязательно его выпить потом таскаю остатки в общем по машине по салону везде допиваю уже холодным а скажи пожалуйста как ты относишься к растительному молочку есть мнение что коровье молоко очень плохо усваивается вместе с кофейными зернами пьешь ли ты с растительным молочком да нет вообще этому значение никакого не придаю я не выбираю молоко там какой-то миндаль и еще я знаю там да есть какие-то кокосовое еще 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 попыталась попробовать но как-то мне как будто бы добавляется какая-то химия мой организм не переносит никакую химию вообще поэтому мне кажется все что не коровье это все как-то вот это выросла я в селе если кто-то читал журнал ранее там где была наша с тобой интервью там я говорила о том что я выросла в селе и закончила там и школу и как бы я наверное на молочке выросла поэтому мне молочко коровье орфигена заходит я не вижу разницы а сочетание продуктов скажи пожалуйста ты вообще уделяешь этому внимание белки и углеводы там хлебушек с маслом или там кашка с котлетой но то что вот сейчас там пытаются разделить и ни в коем случае не смешивать как ты питаешься вот в этом разрезе знаете одну я лет до 30 наверно вообще у меня была просто топка в которую я просто кидала еду пиццы пирожки все остальное абсолютно никогда не поправлялась меня такая вот конституция тела я как то даже не задумывалась о том что нужно правильно питаться которые сидели на изнурительных диетах я все время думала что они просто извините мне казалось что это так а сейчас я считаю что уже когда и когда-то пришла к своему косметологу и она она говорит я тебе не могу ли записать на утреннюю процедуру к себе рано потому что я буду в зале и что с утра в зал ну как такое может быть она говорит ой будет тебе обреза 30 ты будешь бегать в зал я тогда я и плюнула так понятно так и будет и вы знаете когда стало мне 35 первый раз когда жестко запомнила ее слова и теперь каждый раз иду в зал не хотя не любя и так далее и поэтому значит и теперь уже задумалась о питании теперь я уже начинаю его пересматривать и вот к вопросу о питании то сейчас я разделяю все конечно же я не ем абсолютно жареная и я не ем я мало солю пищу и никогда не ем всю перемешку я могу съесть допустим там стейк куриный однозначно потому что свинину я не ем вообще или говяжий стейк могу с салатом но чаще всего и не совмещаю вот вот когда берут первый салат там еще что-то я так обычно не делаю то есть я что-то одно и запивать стараюсь не запивать а так в принципе у меня правил нет я могу могу иногда пропустить жареную картошечку именно когда мне хочется то есть нет такого задвига на правильном питании вплоть до прям не так вот прям тогда высчитывают калорий калорий даже вообще что энергия когда неправильно немножко мнение людей сформировано по поводу калорий тигр от нее это не что-то калорийное калории это есть наша энергия за счет чего мы активно течение жизни главное чтобы эти калории вот внутри продукта который мы едим чтобы там смотреть сколько там жиров вот этого всего ведь откладываются не калории откладываются жиры и там сахар главное не есть жирного жареного и не есть сахар и не есть тесто у меня вот только так не ем никаких блинчики пропускаю иногда да то есть я могу съесть там и сладкого сырники что-то творожное и сладкого а так вот меня чисто мясо могу яйца жареные вареные и хлеб я не ем вообще никакой иногда могу засушенный черный съесть утром с яичницей но только утром вечером я хлеба вообще никакой не ну все а так задвига по питанию прям вот так вот у меня нет просто я ограничиваю я не ем его как раньше я ела его просто потому что мне свободные руки знаете как он свободно руки делать нечего и ты садишься начинаешь есть зимой что тебя нефиг делать ты идешь к холодильнику открываешь его и начинаешь потрошить все что там лежит да просто тупо жор такой идет и все а про топтать мы знаем поговорим еще в следующем видео хорошо говоря об ограничениях чего сегодня ты ни за что бы не съела понимаю что это очень навредит твоему здоровью сейчас бы не съела бы наверное если это он навредит здоровью то я себе никогда не откушу ногу потому что это достанность на одной принципе мне ничего не вредит все с нами происходит то во что мы верим память если я буду верить в то что мне там будет я сейчас буду есть и я когда ем свою кашу вот эту который не могу себе в рот запихнуть я сижу и думаю о том что я худею я худею я худею и она мне нормально заходит поэтому думать о том что там не навредит из нелюбимых продуктов которые бы никогда не съела не мне мерзкие не могу на них смотреть это вот эти из морепродуктов эти мидии всякие вот эти вот в ракушках устрицы это то что я никогда не могу съесть оно мне кто-то короче не могу а вот из остального я у меня топочка работает нормально все же видим в голове нет нет такого ничего я могла бы все съесть просто есть продукты которые я боюсь там или еще что там я боюсь что мне тоже будут не так отреагируют на них и еще вот это чисто из этих соображений а вот плане того чтобы там навредит моему здоровью ну не знаю это только либо моя нога либо кирпичи я не знаю только ко мне поесть я не знаю кирпичи есть не будем хорошо скажи пожалуйста вода сколько ты пьешь водички какую ты выбираешь и когда до еды после еды различаешь ли ты вот по времени вопрос водяного баланса это страшная моя беда это то что я не могу себя заставить пить воду это страшно для меня вот мне кажется что у меня после воды останавливается желудок дамы я скорее всего в шмоте скорее всего я себе это придумала или скорее всего вот я с этим как бы то и живу собственно и мне тренер мой говорит что если я у воды есть память и если я все время на нее говорю в гладости что вода говно я не могу ее пить и на меня бесит и так далее когда вот такие вот так вот я общаюсь с водой вода это запоминает и поэтому мне не заходит если ты будешь ее любить она тебе будет заходить просто так как я всю жизнь свои все 38 лет не пью воду и тут вдруг начну ее пить и когда мне говорят нужно пить 2 литра в день естественно я не выпиваю больше литра потому что все остальное я тупо бегаю в туалет каждые 3 минуты тренер мой рассказывает мне о том что если я буду пить ее по чуть-чуть начиная даже там 700 грамм в день и так дойдя когда-нибудь до литра то организм просто привыкнет что у него есть вода наконец-то и он просто не будет так бешено ее сливать ну я как бы еще пытаюсь это это делать единственное что заставляю себя это утром натощак выпить стакан воды ну хотя бы то есть я как бы организм питается одним стаканом воды в день грубо говоря а потом же начинаю вливать себя кофе все остальное если вспоминаю я могу выпить там где-то стаканчик днем вот так вот насильно насильно принесите алене водичку пожалуйста и потом начинаю вот уже думала так куплю себе целый пак воды поставлю его в машину чтобы у меня типа всегда бы по бутылочке воды с багажника себе доставать ну короче так и купила не купила в общем бывает таскаю с собой воду когда вспоминаю попиваю ну к сожалению это мой вот моя проблема с водой не справляюсь но надо знаю что надо и знаю что нужно пить вот эти когда назначают типа там пить литр два полтора в день то это нужно в первой половине дня выпить потому что вторая половина дня типа накапливает организм воду что-то там типа отеки в общем я это на себе не могу на своем опыте не могу сказать потому что я штраф если штрафы понятно скажи пожалуйста важный вопрос для всех девчонок особенно зимой сладкое да или нет и если да то какое сладкое когда но со сладкой смотрите как выйдя из магазина я не могу выйти без как что-нибудь не купить там вот у меня просто руки дрожат мне нужно купить конфетки шоколадочки и вот что-нибудь такое я все это тащу домой есть ящик дома на кухне в которой туда все прячу это вот я как так как я по гороскопу рак скорее всего я связываю с этим что у меня должно быть постоянно накопление короче какое-то но типа то есть я должна копить дома приначивать вот я должны быть нычки со сладким там еще что то еще что когда она есть и я могу себя ограничивать что я знаю что у меня там же шоколадочки я в любой момент их смогу съесть и поэтому я как-то даже не подхожу к тому ящику да да но если я знаю что в этом ящике что-то закончилось все у меня вот начинается ломкой хочу срочно всего и это из любимого такого что ну конечно я могу съесть и шоколадку милка я очень люблю и которая сникерс так огромная я люблю конечно же всякие такие корзинки там со всякими фруктами но это летом чаще всего а так что позволяю себе и сладко в это сырники и иногда чизкейки но крайне редко я и как-то не очень бывают когда на вкусный попадешь да и самый вкусный что я люблю тортик который я себе никогда не отказываю когда я нахожусь харькове в городе харьков там есть фабрика space такое заведение и в нем там самый вкусный в мире медовик он огромный кусок на вид но он настолько воздушный что его просто ешь и не замечаешь будто китает во рту вот это то удовольствие истинное которое почту получает сладкого и так конечно да и штраф конечно ем сладко просто уже сейчас и когда я допустим себе ставлю цель что за эту неделю должна похудеть кто я в эту неделю конечно же мой настрой всегда мне дает возможность отказаться от сладкого и не хотели но как только начинаю спрыгивать с этой вот временной диеты с как скажем своих то конечно же запустить все и тортики но только кстати не очень я люблю больше такой как типа шоколадочки очень люблю вращение вот эти изюм в белом шоколаде ну короче в молочном люблю молочный шоколад ну понятно короче как-то так саленушка спасибо тебе большое что ты поделилась с нами такими интимными подробностями своей жизни как питание благодарим тебя спасибо огромное и мы с аленой еще встретимся и поговорим о спорте с вами была алена федорова в гостях с аленой николаевой рубрика талантливые и яркие амрита подписывайтесь на наш канал и узнавайте самые интересные новости уже сегодня